Всем привет, это канал Велосклад и я Макс Морель. Сегодня буквально на эмоциях и буквально из первых, так сказать, рук я вам решил поведать об одной очень прикольной ситуации, которая со мной произошла. Со мной и вот с этим вот мерзавцем, красавчиком Кубом. Короче, мы с ним сегодня навернули где-то примерно тридцаточку с одним очень милым, приятным подписчиком моего канала. Чисто такой экспириенс, чисто ради подписчика. Видимо, в будущем буду похожие штуки практиковать. Так вот, мы доехали до Храпунова лесами, огородами. Прикольный был маршрут. Там, в общем-то, мы эвакуировались. Чувак поехал дальше по направлению к Москве. Я высадился у себя с аэродной купавни. Но в электричке нас ждал сюрприз. Как вы знаете, до 16 часов, если вы успеете прыгнуть на электричку, провоз этого красавца будет совершенно бесплатный. Что мне сказали в кассе. Мы едва успевали на электричку. И я сказал, у меня с собой велик, надо его оплачивать. Мне сказали, не надо. И мы запрыгнули, и пошли контролеры. И тут началось. Я снимаю себя. Друзья мои, потрясающая ситуация. Времени. Без 10.4. Это значит, что провоз велосипедного транспорта... Я вас не снимаю. Вы сами попали в кадр. Отойдите от меня. Это значит, что провоз велосипеда у меня бесплатный. Что мне сказали в кассе. Сказали, нет, бегите так. Я забежал, и мне эти милые господа, которые попросили их не показывать, сказали, что бери, что провоз велосипеда, да, бесплатно. Но поскольку мне не дали квитанцию в кассе о том, что я могу бесплатно провести велосипед, я должен заплатить 100 рублей, чтобы бесплатно провести свой велосипед. Логика. Теперь послушаем, теперь послушаем доводы, друзья. Это просто великолепно. Давайте, давайте. Я слушаю доводы. Почему я должен платить, почему я должен платить деньги за бесплатный провоз велосипеда? Меня в кассе ввели в заблуждение. Я сказал, мне нужно... Еще раз, еще раз. Я повторяю. Чего вы так разводитесь-то? Вы сами себе что-то там говорите непонятно. Еще раз. Я в кассе задал вопрос, мне нужно оплачивать велосипед? Последовал ответ, нет, до 16 бесплатно. Короче, даже если вам в кассе теперь скажут, ребята, провоз велик бесплатно, не ведитесь, потому что с вас кассируют 100 рублей за то, чтобы оформить какой-то, оказывается, квиток. То есть вы не можете бесплатно провести велосипед, вы должны заплатить за то, чтобы провести велосипед бесплатно. Логика. Платил ли я бабки? Ну, конечно же, не платил. Почему я должен платить 100 рублей из-за того, что у меня нет вот этой вот формальной бумаженции? Что вообще за бред? Зачем я должен оформлять формальную бумажку на бесплатный провоз велосипеда? Ну, а я должен ее оформить за 100 рублей? Вы с ума сошли? Я должен оформить платную услугу по оформлению бесплатного проезда велосипеда. РЖД, вы уже в конце концов разберитесь самими собой. Чисто по-человечески, зачем вы толкаете своих контролеров оформлять бесплатно провоз байка, но за деньги? Вы берете бабки за услугу бесплатного провоза? Это вообще как нормально? Ну, разберитесь немножко там. Если чувак запрыгнул с байком, если он знает, что до 16 бесплатно, зачем ему оформлять этот квиток? Вы даете билет, вы даете этот квиток, сдачу, монетки. Надо всю эту еще требухую музыку с собой взять, залезть, блин, в электричку, чтобы никому пальто не испачкать, чтобы выслушать, о, вы бы еще сюда на танки въехали. Ну, камон, ребята, почему нельзя просто вписать байк в билет? Если ты говоришь, у меня с собой байк, пожалуйста, вот тебе билет, совмещенный с билетом на байк. Ну, почему это так сложно? Я не понимаю, неужели гораздо проще катать электрички без кондиционеров, возить в час пик людей просто как скот? Наверное, это гораздо прикольнее и легче. Но есть одна маленькая лазейка, которую мне сказал один из чуваков, который был среди контролеров, молодой парень, которому я выражаю чистосердечный респект, я пожал ему руку, потому что он сказал, бро, да сними ты переднее колесо и все будет нормально. Просто идиотизм, но если вы снимете переднее колесо, если вам повезло и у вас эксцентрик, то ваш велосипед становится ручной кладью, которая, видимо, даже не превышает по своим размерам допустимые нормы по багажу, и сразу все отстали. Ну, что за бред, ребята, ну, камон, если мы все за велики, если вы так топите, соберете на велосипедное, вау, мир без машин, так какого ж черта это происходит? Это нифига не мир без машин, это мир без мозгов, так что разберитесь с собой и дайте людям нормально катать велики и кататься самим. Это моя позиция, она может не совпадать с мнением магазина, но я такой же злой, как этот чувак на заднем плане. Я Макс Морель, это канал Велосклад. Надеюсь, вам будет полезен мой опыт. Пока!